Всем привет друзья, с вами Маламадрас. Почти полгода назад я выпустил первую часть заложников PUBG. Это был пилотный выпуск и, честно говоря, я не ожидал, что его посмотрит такое огромное количество человек. И сейчас настало время второй части, только теперь она будет гораздо круче, динамичней и реалистичней. Но сначала я расскажу вам, как зарабатывать настоящие деньги за фраги в PUBG Mobile. Рецепт очень прост. Заходим на PUBG Battles, регаемся на турнирную катку, отправляем в лобби противников и зарабатываем от 55 рублей за каждый фраг. И это за минимальный ранг на платформе. Постоянно участвуя в туриках, ты повышаешь ранг и зарабатываешь больше. То есть, делав всего 2 кило, ты уже окупаешь участие, а всё, что выше, идёт тебе на баланс, откуда очень быстро и без проблем можно вывести свой выигрыш. Так что если ты не любишь отсиживаться в кусте, когда топ-1 и твой стиль игры это Берсерк, то турниры на PUBG Battles точно для тебя. А первые 500 человек, зарегистрировавшихся по моей ссылке, получат повышенный ранг на платформе. Ссылку вы найдёте в описании. А теперь мы переходим к видео. Хочу сказать спасибо всем ребятам, кто принял участие. Мы славно повеселились и получили удовольствие. Думаю, некоторых из них вы даже знаете. Никиту и Ракезу так точно. Это мой давний дружище по ютубу. Но снимает разный контент по ПК, PUBG и в охоте на Йети вы уже могли его видеть. Ссылки на его канал, а также других ребят будут в описании. Ну а теперь в общем-то к правилам. По сути всё просто. Главным местом действия будет замок на карте Викенди. Команда бандитов захватывает заложника и прячет его в замке. В любом из помещений, подвалов, да хоть на крыше. И занимает оборону замка. А вторая команда штурмовиков должна зачистить замок от бандитов и найти заложника. Причём если заложник погибнет от рук штурмовиков, например от Хаешки или коктейля Молотова, то раунд они автоматически проигрывают. То есть нужно пушить очень аккуратно. Изначально с момента десантирования обеим командам даётся 5 минут на то, чтобы залутаться, ну а бандитам спрятать бедолагу. И уже затем начинать раунд, который будет длиться 10 минут. И если за это время штурмовики не находят заложника, один из бандитов его убивает. И получается, что раунд за ними. Причём обязательным является правило, чтобы за заложником всегда кто-то присматривал. А то есть его должны контролировать бандиты. Как минимум один бандит всегда должен быть в одном месте с заложником. Бандиты могут открыть огонь только тогда, когда штурмовики зайдут на территорию или в любое помещение замка. Итак, первый раунд. Давайте собираемся у верхнего моста тогда. Меточку поставил. Так, пока что чисто, кстати. Они могут... По-любому винный погреб. Чуюсь моё сердце, будет винный погреб. Так, у нас они в нашем здании. Мы прям смотрим друг на друга, да. Так, а где конкретно? Я чё-то не понял. В окошке? Правое окно, правое окно, верхнее, второй этаж. Лежу. Там чел просто пялит на меня, говорит, здорово. Так, ну окей. Они заложника спрятали. Во, вижу, вижу, вижу. Скорее всего они его спрятали в башне. Здесь у нас хотя бы будут укрытия. Будка, там один маленький проход. И ты выходишь сразу на две стороны, влево и вправо. Тебе нужно одновременно чекать. Ну и поэтому это смерть. А тут хотя бы мы выйдем, как бы, в одну сторону. Нам нужно смотреть, тем более, что мы их спалили. Так, ну всё, здесь с нами могут воевать. Короче, я просто занимаю вот этот домик. Надо его к другому занять. Да, вон, вижу, лестница, лестница, вижу. Есть, окна. Дау, дау. Очень больно пробил. Пробегаю к тебе, Никит. Прошиваю. Так, а где? А в том же, в том же здании третий этаж, лестница. Это, это правая, правая башня, по-моему, или крыша. Да, 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 у него, у них третий, это, у них третий шлем. Хорошо. Я подошел довольно близко. Так, я пока смотрю башню. Ребят, особо сильно тоже не дошли. О, ёпп, пушки. Это откуда такие дикие, пацаны? Первый этаж, говоришь? Ты кто? Это я кинул. Не-не-не, ко мне снайпа прилетает, я вообще абсолютно не вижу, откуда они. А это Наскер, наверное. Да, блин, невидимка, призрак. Вижу. Правое окно, самое, на третьем этаже. Дал ему голову, дал ему голову, но... Ну-ка, бахайте, бахайте. Ребята. Макса можно поднять? Я испугался. Так, три секунды еще, подъем работает, так что нормально. Понял. Блин, шлем взяли. Так, но я не врач, я тут какую крысу играю, пацаны, прям. Никит, подожди, пожалуйста. Я сыра захотел. Опа, это что такое? Ух ты, ёпушки, вы че, блин, дикие, дерзкие, как пули резкие. Нас подпушивают, походу, слышишь? Да. Пойдем, пойдем сзади обойдем, вот отсюда. Я ногу одного. Так, а есть кому поднять? Никита, я его сразу добил. Погнали своим. Подожди, Никит, подожди. Не срывись. Идем, идем к тебе. Еще продамажил немного. Он в окне? Он на башне, нет. Все. Как страшно. Где еще раз, на башне? Да, башня, ну, был близко, не знаем, где это конкретно. Так, Никит, бегу к тебе. Опа, поп, на меня, короче, пришел. О, 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 блядь. Зря я пошел. Но я в сейве, ребят. Да, с дома, с дома. Да я хотел к тебе перебежать. Не, бегу, бегу, бегу. Они на крыше. Давай, 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 быстрей, быстрей. Ух, хорош. Спасибо огромное. Переход. Я не понимаю, где они. Переход с крыши деревянной. С башни на левую стену. Правая часть. На крыше они. На крыше? Есть. Вижу одного. Левая часть. Шумите, шумите. Так, меня нокнули. Так, ты живу, ты... Я нокнули. Хорошо, иду. Я добил сразу. Ты в сейве, ты в сейве? И тут еще ног подниму. И один остался, один остался. Ребятки. Я своего поднимаю. Все, идем. Никит Хаев, вперед, пока не заходи. Никит, только этот, заложника еще надо найти. Меня жаждет, и я сапоглотый! Откуда, 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 откуда. У меня башня, башня, башня. Иду к тебе, иду к тебе. Вроде поджег, вроде поджег. Я мертвый, я мертвый. Так, хорошо. Ты уверен, что мертвый? Я иду наверх. Мне кажется, не стоит меня лестать. Хорошо, а где он, инфу, можно? Ребят, поднимайтесь наверх. У меня башня. Можно на размин пойти попробовать. Я могу вперед пойти. Он от вас может убегать. Он-то да, заложник-то нет. Оп, вот он на лестнице. Уходи, уходи, уходи ниже, ниже. Не уходи. Еще один пошел огонь. Макс, не гори, не гори. Я не горю, я в порядке. А, горю, 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 бля. А есть аптечка у кого-нибудь? Есть аптечки. Так, спасибо. Слушай, это прикольно. Не, ну ему не гори, не гори, Макс. Тоже не гори. Да, сайфлэйер нашел тоже. Так, я понял. Может под дым? Давай. Все, убрал. Как красиво, все. Так, теперь ищем заложника. Мне кажется, на самом верху по-любому. Стой, тут нельзя. Там это через крышу нужно. А где он теперь сидит? Они с первого, где они были, в самом начале. Слушай, на втором этаже. А я, слушай, не заложника? Нет, этот сразу откис. Этот сразу откис, значит нет. А, тогда хорошо. Наверное, подожди, он где-то в комнате сидит, наверное. Заложник! Я надеюсь, у него включен. Он может подавать голосовый? Слушай, наверное, нет. Да здесь, нет. Вроде как было. В общем, он точно в этом здании, пацаны, ищите. Четвертый. Пинтерест, ты что-то далеко убежал. Слушай, ну действительно, мы же договорились, что один должен смотреть за заложник. А он, а слушай, а где сидел этот? Убийца, последний. Там как-то же можно туда попасть? Ну да. Так там может заложник сидит. А в погребе смотрели? Нет, погреб не спускались. Ну как сидите, были дали? Слушай, а вот по боку, наверное, как-то я хз. Типа так. Да, походу, да. Не, ни херна, что-то не получается. Подожди, надо поаккуратней. Поба не хопить, наверное, нужно. Да, конечно. Я не знаю, кто попал с крыши, может быть? Ребят, но он не может здесь сидеть, потому что я бы увидел канистры, наверное. Ну тогда ищите. Сказали, один из нас очень близко. Разгонитесь, который есть выступ. И там два прыжка просто подряд, и вы уже наверху. Лянь, как-то. Только подожди, подожди. Я хочу посмотреть на ее. Лежи дальше, макса надо забыть. Вот, я запрыгнула. Ёб! А я еще говорю, ты по-любому его здесь нету, охереть. Вот, все, вставай, ты и ты наш. А что ты нам не подсказал-то, ёлки? Мы как-то должны тебя спасти были. Давай, давай, отходи, 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 я сейчас... Я просто это... Обезвредил. Ох уж и долгим был, конечно, первый раунд. Ребята довольно умело спрятали заложника, и мало того, они обложили его со всех сторон канистрами на случай, если мы бы стали пушить врага гранатой. Довольно прикольно придумали. Бандитов мы всех устранили, но тем не менее, за 10 минут мы не успели найти заложника. Правда, застрелить его теперь некому, поэтому миссия оказалась выполненной. На второй раунд мы поменялись ролями, и теперь наша команда стала прятать заложника. Я не знаю, как там забираться, ты можешь просто, там есть, там есть просто дырка вот в башне. Ага, я оттуда буду дыраться. Через дырку в башне, смотри. Всё, ребят, пошло время. Пострелял. А, идут с подвоста, по, по, под, вот здесь показываю. Нижний мост? Да, вот где, с моей стороны, с моей стороны. Нет, ты можешь просто, ты можешь просто, Макс, пострелять, типа, по ним, привлечь внимание, и свалить к нам. Пострелять же не... Можно, можно. Здесь стоит отметить, что я сам нарушил правила. Я открыл огонь, и потому что абсолютно полностью перепутал это само правило, которое я сам придумал. Мне казалось, что как мы открываем огонь, начинается битва. Но к радости я не уничтожил противника, и я этому очень рад. Кот, ты смотри, тебя не особо хотят спасать, я заметил. Ага. Ну, да, да, пошёл ты нахуй. Ну, нам-то чё, мы сидим, у нас здесь не следует. Согласен, у нас. Чё-то такой какой-то раунд будет. Ребят, ну они реально не хотят кота спасать, он им не нужен, будет. Не, вижу, вижу, вижу. А, нет, они вышли с востока. С востока за ящиками сидят. На тройке, да? На тройке. А, сейчас покажу. Вот. О, мне прилетело. Сторожней, церковь. Всё равно позиции держим, пацаны. Я хочу жить. Давай. Мы их просто размансим сейчас. О, короче, это да, это с лестницы, с лестницы. Мы-то ещё пока не наши, лестницы. Дал голову, дал голову. За церковью, за церковью. Хорошо, я ещё кричи, я буду глянуть молотов. Дал он молотов, не знаю. Не, не долетело. Ну, возможно, это тоже. Дал ещё одну голову. Блин, конечно, мини-14 это такое себе занятие. Мини-14 это охрененное. Ну, я два шота дал в третий живое. И это, это отлично. Это просто, это супер импат. Бля, ребят, они, короче, вышли со стороны прошлого захвата заложника. Они рассосались. Так, Макс, я, в принципе, если я сейчас от падения не сдохну... Они заходят, центральный вход, центральный вход, палю. Меня добивать будут. Центральный вход. Макс, так кайфуй, пусть заходят. Прямо сидит, смотрит на меня. Двое, двое там же. Всё, добрали, добрали. Так, хорош, 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 винторез, взял одного. Я молот откинул на него. Ой-ой-ой. Мы ногнули. Винторез, отходи, отходи, отходи. Добил двоих, ещё один ног. Ещё один ног. Отлично, отлично. Я прокинул молот. Поднимай, три секунды, три секунды, да. Поднимаю винтореза, молоток идёт. Всё, винторез твой, я держу твой мост. Сейчас подряд, иди. Всё, можно. Хилься. Так, всё, ты можешь обратно заниматься эту позицию, стюнень? Они прокидывают хе. Да, хе-шка. Сейчас. Ай-ой-ой, так было близко, чтобы заложник. Посраки дали, бля. А где заложник-то у нас сидит? Я чё-то не видел. У меня прям сидит. А, я понял. Так, у них, у них двое осталось? Семь человек всего в катке осталось, значит, двое, двое осталось. Это кто там, блин, воюет? Здесь, а у меня! Снизу идёт. Хе-шку туда. Коктейль пошёл. Ой-ой, Макс, Макс, убегай, убегай. Они не зайдут, поднимай быстрей. Поднимай быстрей, они не подойдут. Но это не точно. Винторез, макареджи. Винторез, давай. Заходят. Ещё, пошли коктейли, аккуратно. Смак прокинул. Предлагаю, если они прям не успеют, сразу заложника не убивать. Это всё-таки интересно. Так, у них смок хороший. Они тут очень много смоков накидали, но всё равно держим проходы, парцаны. По звуку. Хорош, Никит, хорош, молодец. Там один лежит. Один лежит на дорез. А, один лежит, красный. Макс. Он на мне, на мне. Давай убивай. Он очень красный, справа просто. Да, бляд, чё? О, как так? Чё по времени? Чё по времени? По времени минута 43. Наблюдаю за ними. Ай, красиво. Наблюдаю за... Ну, сейчас найдут, ты чё? Найдут, найдут. Должен, должен. А он один остался? Да, он один остался. Да, это да. Блин, ребята, вы так могли забирать его. Ёб. Пушки ваши. Да, нашёл, всё, нашёл, нашёл, нашёл. Нашёл, молодец. Красава. Погнали к нему. На самом деле были все шансы здесь победить, так как у штурмовиков оставался лишь один боец, но очень даже неплохой. И в итоге он спас заложника и принёс своей команде победу. В третьем раунде мы немного решили поменять составы, так как Аракес на этот раз решил побыть охраняемой персоной. О, у нас машина есть, поехали. Поехали, поехали, на тачке, да. Времени мало. С правой стороны заезжай от моста и под мостом пройди. Угу, хорошечно. Конечно, если они разошлись в куру. О, всё. Охерели что ли? Ну всё, значит мы можем воевать, ребят, если чё. Вот в этой ближней башне был на балкончике, слева от неё. Слева-то тоже чувак на крыше был. Всё, погнали. А дым, конечно, огонь. Давай, давай, давай. Опа, это там у вас? Я понял. На крыше. Ребят, только разменивайтесь аккуратней. У меня за стеной хаёшка продамажили. Вот, ребята, загорелся. Он в окне сидит. Горю. Он в окне сидит, аккуратно. У нас 6,5 минут. Он утре дома. Чё, может дым кинуть туда? Он утре дома, ребят, заходить надо. У нас времени мало. Да, да, да. Там, там тусуется. Наверху. На крыше он. На крыше? В окне, да, слева. Сзади, 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 сзади пробивают. Вон он, ребят, в окне, в окне, в окне. Сюда, за меня иди. Не могу. Я подниму. Сзади, сзади, с крыши смотрят. Добивает. Поднимай. Ты кого убрал? Слева, в окне, который дым. Отлично. Полгай. Они пушите дым. Ещё с горы, ребят. Они с трех крыш, короче, по нам чилят. Он сам себя молит дал. Хорошо. Сейчас горит. Нок. Иду через низ, короче. В правом доме никого нету. Там только один нокнутый. Нихера, это чё за дичь? Нокнутый ползёт. Ребят, я внизу в сейве. Один остался, если никого не подняли. Как остался один? Понял. Потому что ты не поднял. Хорошо, три минуты. Вон он, вон он, проходи, ребят! Убрал. А где, где этот сидит-то, блин? Большом доме, значит. У нас осталось мало времени, ребят. Всё, последний, последний. Идём в дом. Они могли в то же место спрятать. Слышишь? Да, да, да. Да, топает, топает, топает. Они могут внизу спрятать. Посмотрите внизу ещё. Внизу башни. Всем не надо идти. По-моему, кто-то щёлкнул. Но это не точно. Блядь. Времени мало, а Макс просматривает то здание. Внизу нет. Внизу нет. Перебежка-то видел. Перебежка деревянная, чисто. Наверху там. Да-да-да. Я в себе. Сейчас буду. Включить. Так. Аккуратно. Ха-е. Куда? Дым. Слушай, а чё нам делать-то? Прикрывайте, я сейчас буду прыгать. У меня есть на этом. Да, кот, ну ты чё? А, там замуж. Не-не-не-не. Короче, ребята, жопа. Уходим. Хорош. Ты убил его? Да. Да-да-да. Готово. Поднимайте нас и прыгайте заложника спасать. Я теку, короче, ладно. Я мёртвый. Стой, 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 Макс. Ничего, ничего. Я стою, я живой. Живой в наших сердцах. Наблюдатель, всё, давайте, ребят, прыгайте, остался. Где он там? А он, может быть, не тот, это может, обманка. В смысле? В смысле, это было странно? Так, условие было такое, что нужно обязательно прикрывать... Ну, вообще, странные ребята, на самом деле. Условие было прикрывать. Но я знаю, где он, ребят. Я не буду вам говорить, потому что, ну, это нечестно. Я сейчас наблюдателем. Ха-ха, блядь. Ну, он и тут, получается, да? Я ничего не скажу. А ничего, что... А ничего, что надо прикрывать его? Где тогда, блядь, его нахуй? У нас был чел, но он умер, он под стомолотом нечаянно кинул. Так надо было, значит, перемещаться. Я считаю, что по правилам всё-таки выиграли мы. Ну, я хз, ребят, давайте мы просто в любом случае пофанились. Мне кажется, это неважно. И вообще похер, кто выиграл. Мы, у нас приза нет, приз как бы вообще его не существует. Приз догнать Аракеза, он снять с него костюмы, это износило его. В итоге мы снова убили всех террористов, но произошёл небольшой казус. Оказывается, тот, кто прикрывал заложника, уничтожил сам себя коктейлем молотова в самом начале. Но по правилам, как минимум один бандит должен присматривать за заложником. И после смерти одного бандита, кто-то должен был прийти на его место. Мы же, убив последнего бандоса, пытались здесь же искать заложника. Но он уже к этому моменту был в другом месте. Короче, мы не стали заморачиваться над итогами и решили, что победила дружба. Потому что мы реально весело провели время. И я надеюсь, что вы тоже. Если так, то обязательно ставьте лайк этому ролику, если хотели бы увидеть третью часть, например, на санке. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и канал Никиты Иракеза. А с вами, как всегда, был Муамадрас. Увидимся в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok